Всем привет! Как вы думаете, где я? Нет, я не в Турции, я на одном из белорусских пляжей. Я здесь, чтобы разобраться, как поживает пляжный отдых в Минске. Мы решили начать наш обзор с Комсомольского озера. Кстати, прокат шезлонг тут стоит 2 рубля в час. Белорусские пляжи во всеоружии принимают отдыхающих. Лето. Будь жарче. Из планов загореть и поплавать в этом сезоне. Если у вас так же, вы должны знать, где это можно сделать бесплатно и с комфортом. Самые популярные для отдыха у минчан – Комсомольское озеро, Минское море, Дрозды и Цнянка. В этом году на этих пляжах дополнительно установили детские игровые комплексы, бесплатные лежаки и организовали спортивные зоны. На всех пляжах есть волейбольные площадки. Ближе всего к центру – Комсомольское озеро. Тут в жаркую погоду аншлаг. Достаточно близко к дому, не надо ехать никуда далеко за город, все в центре и собраться всем гораздо легче. Везде переодеться, мусора нет никакого чисто, немного людей. Ну, за исключением Тины, все отлично. Вот это уже больше похоже на Турцию. На Дроздах пляж, конечно, не очень большой, но зато здесь очень приятный, красивый и, главное, чистый песочек. Пляжи убирают каждый день до 10 часов. Порядок поддерживается в течение дня. Песок просеивается в сухую погоду пляжу-уборочной машиной раз в пять дней. По нашему мнению, самый чистый пляж оказался на Дроздах. Но вот с парковкой проблема – слишком мало мест. Сюда лучше добираться на общественном транспорте. Благоустроено все отлично. Вода супер, пляж супер. Народу, правда, сегодня много. Води Тины нету, на берегу там острые камушки попадаются, но дальше песок прям мягенький, все огонь, вода чистая, прям супер. Но лучше, чем на птичьи, по крайней мере, где прям вот с этим печалька. Любимый пляж. Я тут в основном по ночам, когда никого нету, но, правда, ночью тут комары. На Минском море можно почувствовать себя на настоящем курорте. Волны, большой песчаный пляж, много беседок, чтобы отдохнуть с компанией и пожарить шашлыки. Из развлечений покататься на вейкборде и в отручке. На второе по величине водохранилище Белоруссии многие приезжают не только, чтобы позагорать и поплавать, но и чтобы пожарить шашлыки. Здесь больше всего условий для этого. Только вот на общественном транспорте далековато, 17 километров от центра. Уникальность этих мест в том, что здесь растут вековые сосны в соседстве с соломенными пальмами, посаженными администрацией. Нравится сюда ездить. Нравится, что детская площадка здесь как бы. Конечно, немножко грязновато, но некоторые наши граждане бывают и бычки бросают, усырят. Не хватает шезлонгов, наверное. Хотелось бы, чтобы они были бесплатные. По сравнению с другими пляжами на Цнянском водохранилище меньше отдыхающих, но зато тут довольно-таки уютно и все лежаки бесплатные. На Цнянском водохранилище тоже есть неплохие пляжи, более скромные по размерам. Зато об инфраструктуре здесь позаботились. Все для людей. Хочешь – делай шашлык, хочешь – загорай, а хочешь – бери на прокат велосипед. После того, как здесь поменяли вообще всю вот эту вот зону, сделали, как на море, с песочком, то очень стало удобно, комфортно и приятно отдыхать здесь. Дно, я так понимаю, тоже песком засыпали, поэтому как бы становишься на дно и не чувствуешь там какого-то ужаса, как раньше. Там погружаешься, чуть ли не по колено выл и не знаешь, что там тебя сейчас хватит за ногу. Поэтому сейчас очень приятно от нога. Здесь очень удобно, очень хорошо. Мне больше всех пока нравится, потому что в Минском море все-таки там больше водорослей. Субтитры создавал DimaTorzok